Попрошу, готовьтесь. Но от них есть группа, которая недалеко ушла. Это те, которые написали ниже 60 баллов. Ниже 60 баллов. Я вам следующее хочу сказать. Есть человек, который написал на 100 баллов. Поэтому, когда вы говорите о том, что мы там не проходили, мы там чего-то не поняли, то это относится не к мы, а я чего-то не понял, я чего-то не выручил. Это проблемы во мне. И чему ты нас хочешь, Александр Григорьевич, научить? Не почему у меня двойка, а чему ты хочешь научить? Я хочу, чтобы ваша память разрывалась, чтобы вы укреплялись. Не забывайте о том, что нужно еще делать письменное задание. И очень важная часть, почему вы здесь находитесь. Это ваша работа. Это то, скажем так, это работа. Это тяжелый труд. Мы стремимся в Евросоюз, нам нужно трудиться. Там Шалтай-Болтай не проходит. Мы стремимся в Европу. Вы нет? Ну, у нас через Европу. Кто-то хочет стартануть сейчас? Нет проблем. Просите, может, Господь откроет вам небеса. Ну, или как Илья. Ну, или как через пирожки. Поедим, вы хотите. Чего вы? Мне только нашлось. Что держать? Можно ли поцелку за средств? Я понимаю. Поцелку за средств по погоду. Перерывы, конечно, вы посмотрите. Все, и посмотрите свои ошибки. Я просто хочу вас еще раз сказать, акцентировать внимание. Мои другие преподаватели, которые живут здесь, они устраивают пересдачу, там еще, идут вам навстречу. У меня такой возможности нет. Если вы хотите, вдруг вы захотите, там, очень сильно вы захотите, приехать в Мариуполь, там жить, то, или сделать какую-то, что-то, что-то там, сделать какое-то задание, ну, можно устроить. У нас обычно работы сейчас уже закончены. То есть, там уже все перекопано, все убрано, все это. Поэтому на огороде отработать у вас не надо. Ну, как весной. А, у нас есть дрова. Что? А, если что, дрова. Да, у нас есть что, дрова. Да, у нас там, 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 там снега. Не, я скажу, что я сам с радостью чистю снег, это случается раз за зиму там. Там выбегает сразу толпа на этот снег, не богат. И начинает. Это же там не Киев, что здесь. Да, это счастье, когда снег. Ну, что, мы собираем потом в подвар еще проник на лето тоже. Они наживаются. А у нас двойка, которая там? Нет, это не двойка. Двойка это оценка. Это еще оценка. Это просто часть оценки. А Саид приехал? Кто? Саид. Ну, там, как бы, белозон запустил. Как, Саид приехал? Ну, Саид там не стреляет. Нет, вы сейчас еще не... А, а у нас? Да нет, ну, там где-то в Широпке. Ну, не у нас. Так, мы с вами на какую мы веснули? Тридцатую. Тридцатую. Ага, все. Бардан мы начинаем. Алекс Юстасу. Начинаем. Тридцатая глава. Мы записали возвращение остаток. Да. Тема «Божий народ вернется в свою землю». Тема «Божий народ вернется в свою землю». Ключевая истина. Тридцатая глава. Двенадцатый и семнадцатый стих. Двенадцатый, запятая семнадцатый стих. Тридцатая главы. Рана, которую может исцелить только Божья рука. Рана, которую может исцелить только Божья рука. И в этой части мы найдем через замечательно важные, там не просто, это мы написали тему общую, но так будем. Под темы там, или еще как-то. Потому что обязательно будет падение Вавилона. Это одна из нескольких глав, тридцатая главы, которая дает обитование, обитование будущих благословений. О том, что Божий народ обязательно вернется в свою землю. Воссоединится Израиль и Иудея. Будет приход Мессии и установление его царства. А так же здесь, дальше, в другой главе. И с первой главе будут даны принципы нового завета. Итак, с первого по четвертый стих. С первого по четвертый стих. Начало обитования. С первого по четвертый стих. Начало обитования. С четвертого по одиннадцатый стих. Теперешние беды закончатся С 4 по 11 стих Теперешние беды закончатся И здесь как бы два пункта С 4 по 7 стих Дни бедствия И с 8 по 11 стих Дни избавления Дни бедствия и дни избавления И в основе этого отрывка Можно будет сказать Один из стих очень важен Ибо я с тобой Говорит Господь, чтобы спасать тебя Я совершенно истреблю народ В среди которых рассел тебя А тебя не истреблю Я буду наказывать тебя в мире Но не наказанным Не оставлю тебя И это очень Знаете, вот пересекается Мы не любим, когда нас наказывают Это очень неприятно и нехорошо Но вот в свете и послание к евреям Говорит, кого любит Бог, кого наказывают Поэтому, если ребенок остается в небре жертвы Значит, не любите вы его С 12 по 17 стих Божье правосудие среди человеческого греха С 12 по 17 стих Божье правосудие среди человеческого греха Божье правосудие среди человеческого греха И в этом отрывке он тоже говорит о том, что грех должен быть наказан Обязательно это будет Нет лекарства, которые могли бы их исцелить Нет памяти в них Нет милости Чтобы можно помиловать было И если мы вспомним про эти стихи О том, что он вообще говорилось Опять же, он говорил очень страшные и тяжелые вещи И это были родственники Это были близкие люди Это те, которых он переживал И которых он любил И сейчас это вроде бы Как начало обетования Хоть что-то хорошее сказать 18 по 22 стих Божье обещание Восстановить славу Божье обещание Восстановить славу Восстановить славу А кому я сегодня советовал Хлору установить? Точно? Думаю, это я точно и действительно Значит так надо Нет, я серьезно Если не дочуваешь В раннем возрасте Чего вы смеетесь? Это уже сложно Может быть стоит? Возможно Нет, это серьезно Первое Здесь у нас будет Божье обещание Восстановить славу И мы сейчас Рассмотрим вот эти обещания Первое Слава будет восстановлена В материальном Слава будет восстановлена В материальном Восемнадцатом стихе Так говорит Господь Вот возвращу плен Шатров и Акова И селение Его помилую И город опять будет Построен на холме своем И храм устроится По прежнему Слава будет восстановлена В материальном Восемнадцатом стихе Второе Слава будет восстановлена В веселье Слава будет восстановлена В веселье В девятнадцатом стихе В восстановленном Веселье И вознесутся из них Благодарения И голос веселящихся Я умножу их И не будут умоляться И проставлю их И не будут уничтожены Третье Слава будет восстановлена В людях В людях Слава будет восстановлена В людях В девятнадцатом стихе Итак Количественно И качественно То есть Я умножу их И прославлю их Девятнадцатый стих В этом же Количественно Будет И качественно Четвертое Слава будет восстановлена В семейной Блодовитости И Божьем Благоволении В семейной Блодовитости И Божьем Благоволении Это сегодня Детей планируют А дети Это Благословение Благословение Их должно было быть Их должно было быть много И вот сейчас Конечно Вот эта государственность И так далее А если бы были шатры Или вспомните Хотя бы Бабушек и дедушек Своих У которых были Очень большие Семья Это сейчас Средства Разные Для того Чтобы Жить Благословение Слава будет В семейной Блодовитости И Божьем Благоволении Стих 20 В семейной Блодовитости И Божьем Благоволении И для евреев Это всегда Было Благословение И сыновья Его будут Как прежде И сон Его будет Предстоять Предо мной И накажу Всех Притеснителей Его Это четвертый Пятый Мы говорим О славе Божьей Будет восстановлено Со стороны Бога 20 стих Они будут Стоять Предо мной И накажу Всех Притеснителей Его Восстановлено Со стороны Бога Защита Будет Со стороны Бога Шестое Слава Будет Восстановлено В руководстве 21 стих В руководстве И будет Вождь Его Из него Самого И владыка Его Произойдет Из среды Его Я приближу Его И он Приступит Ко мне Ибо кто Отважится Сам Собою Приблизиться Ко мне Это 21 стих И Слава Будет Восстановлена С Их Создателем С Богом То есть Народа С Богом 22 стих И вы Будете Моим Народом И я Буду Вам Богом Слава Будет Восстановлена С их Богом Или С их Создателем Бог Говорит Что Будет Их Народом И он Будет Вы Будете Моим Народом И я Буду Вам Богом 22 стих Это Важно Потому Что Это Обетование Будущего И вот До этого Мы Слышали Ну Как Сказать Гадости Или Как Проклятие Все Что С ней Будет И вот Это Первый Луч Такой Надежды 23 24 Стих Объяснение Божьего Плана 23 24 Стих Объяснение Божьего Плана В этих Пухсиках Бог Объясняет Несколько Таких Ну Ихр Давайте Прочтем Вот Яростный Вихрь Идет От Господа Вихрь Грозный Он Пойдет На голову Нечестивых Из этого Истина Неважно Из какого Ты народа Бог Накажет Все Народы Которые Есть Нечестивые Люди Плавный Гнев Господа Не Отвратиться Доколе Он И совершит И не Выполнит Намерение Сердца Своего Последние Дни Господь Здесь Он Обязательно Выполнит Своего Намерения У Бога Не Выбывает Никакое Слово Если Он Сказал Оно Обязательно Исполнится Но Божий Народ Воймет Эти Действия Немножко Позже И Если Вы Помните Когда Вот эти Все Слова Пророка Ильи Понял Божий Народ Кто Может Это Вспомнить До Кого Это До Что Ни До Кого Никто Не Помни Нет Там Прямо Ну Кто Помнит Когда Это Про Какой Пророк Об этом Пишет Здесь Есть В которой Люди Уже Дольше Учатся Ну Ну Дальше Вы Уже Читали Данила Изучали Нет А вообще Читали И Что Он Пишет И Уразумел Он То Есть Вот Это Разумение Кстати Очень Интересно Тоже Самое Интересное Объяснить Сложно Он Им Рассказывает А до Них Не До Сложно Почему Не Слышат А Почему Не Видят Не Видят Не Слышат Ну Что Там Или Ной Пояс Носит И Новые Кувшины Посуду Бьет У них На Глазах Этим Обычно Женщины Занимаются Какие Семьи Какие Женщины Команды Они Бьют Посуды Он Разные Вещи Делает Они Не Верят Не Слышат Почему Потому Что Они Слушают Не Боятся Гордыня У нас Все Хорошо Все В Первое Восстановление И Искупление Восстановление И Искупление Тема Новый Новый Завет Новый Завет И В этой Главе Как раз И будет Говориться Новый Завет Но Ключевая Истина 31 Глава 3 Божья Великая Любовь Вы У нас Тортик Покупали Нет Только Истой Хорошей Тортик Тортик Третий Стих Прочту Издали Явился Мне Господь И Сказал Любовью Вечную Я Возлюбил Тебя И Потому Простер Тебе Благоволение С 1 Почти Прошлое С Обещание С 1 Почти Прошлое С Обещание И В этом В этом Отрывке С 1 Почти Он Обращает Внимание Евреев На Прошлое Обещание Завет Прошлое О С 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 Картина Радостного Будущего Картина Радостного Будущего И Здесь Такие Яркие Картины Описываются В Заботе О Своем Народе Что Рассеянные Опять Соберутся Хотя Их Пришлось Выселить За Грехи Но Бог Искупит И Избавит И Иудею И Искупит И Избавит Почти Одинаковые Термины Но Очень Говорят О том Что Близкие Такие Отношения С С С С Покаяние По Покаяние Делает Возвращение Возможное То есть если народ покаяется, то он обязательно возвратит их в свои уделия. С 23 по 30 стих. Обещание. Обещание. Что будет с ними дальше. И с 31 по 34 стих. Насколько я помню, это тоже отрывок нас в романах. Новый завет в пророчестве. И вот он начинает с такого слова. 31 стих. Вот. То есть это такое слово интересное, что указывает на важность, за которым идут очень важные слова. Он очень хочет акцентировать внимание, как будто... Эй! Вот! Слушайте внимательно! Вот, вот! Мы прочитаем этот отрывок. Вот. Или кто прочитет? Пожалуйста. Какой завет, какой я закричал с отцами и в тот день, догадалась в дорогу, чтобы вывести их умение. Но завет мой, а не нарушен, хотя я оставался своими десенами. Молодец. И вот завет, который я закричал, мы сради, мы после тех дней придастов. Сложу закон мой, по нутриности. И на сердца напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата и говорить. Познайте, Господи. Все сами будут знать меня от малого, до большого, до большого, до конца. Потому что я прощу беззаконие и любовь, чтобы не восстановить более. Это не просто пожелание. Здесь высказаны требования. Здесь перед людьми поставлены четыре требования. Перед людьми поставлены четыре требования. Первое. Знать закон. Он пишет 33 стих. Ввожу закон мой во внутренность их. Ввожу в закон. Никто насильно мил не будет, но вера приходит от слышания Слова Божьего. Он говорит, знать закон должны. Второе. Любить закон. Четыре требования. Не просто знать закон. Любить закон. На сердцах их напишу его. То, что мы любим, даже в нашей культуре, говорят, мы носим у сердца. Не возле пяток. А в погорчении говорим, то говорим, она у нас печенка к себе. Но если что-то дорогое и близкое, то это возле сердца. Поэтому любить закон. Полагаться на Бога. Буду их Богом, и они будут мои народы. 33 стих. Полагаться на Бога. И жить. Четвертая. Все сами будут знать меня от малого до большого. 34 стих. Знать. Это множественный такой образ. Это не просто знать. Это как... Вот другими словами. Будут знать. Доверие Богу. Или вера Богу. Что такое вера? Вера в осуществление ожидаемого. Уверенность в Будем. Невидимо. И доверие Богу. Это не просто, что мы... Ну да, мы доверяем Тебя. Но мы живем с этим доверием. То есть это как образ жизни. Образ мысли. Когда ты знаешь закон. Любишь. Полагаешься на Бога. Тогда ты и живешь этим. Это тогда у тебя происходит. И в сердце. В сердце служителя. Доброе сердце. То, чем может там служить. Но старается жить как для Бога. Потому что закон. Он знает. Он выполняет. Любит. Он полагается на Бога. В любой ситуации. Поэтому так живем. Оно вытекает. Из того, что ты знаешь. Но делами перед Богом не спасается никакая. Вот вы об этом знаете. Ибо наши дела. Это просто последствия благодати данной нам Бога. И с 35-го по 40-й стих. С 35-го по 40-й стих. Доказательство истинности этих обещаний. Доказательство истинности этих обещаний. Доказательство истинности этих обещаний. Вот здесь хочу обратить ваше внимание на 27-й, 31-й и 38-й стих. 27-й, 31-й и 38-й стих. С каких слов они начинаются? Что? С какого слова начинаются? Денис, а не Бог. Вот. Смотрите внимательно. Вот. То есть акцентирует внимание очень-очень. Это то же самое, можно провести параллель, как Иисус Христос в Новом Завете, в Евангелии Иоанна говорит, аминь, аминь. Или как? Истина-истина. Истина-истина. Подчеркивает. Не просто это истина. Истина-истина. И здесь он тоже, вот, внимание обратите, вот смотрите, вот это. Потому что до этого он говорил все о проблемах, а это, а здесь он говорит, вот надежды. А почему он дает надежды? Потому что вы тоже евреи знали. Через покаяние Бог может все вывести и провести, и будет все в порядке. 32-я глава. 32-я глава. ЗНАК НАДЕЖДЫ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ЗНАК НАДЕЖДЫ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ТЕМА ЗНАК НАДЕЖДЫ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА ТЕМА Божий народ вернется в свою землю. ЗНАК НАДЕЖДЫ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА И Божий народ вернет тема. Божий народ вернется в свою землю. КЛЮЧЕВАЯ ИСТИНА 32-я глава, 17-й стих. БОГ ВЕЛИК Очень важно отметить время и место действия. Время и место действия. Почему? Это было в 10-й год правления Средеки. Иеремия был во дворе Стражи. Время очень смутное. До падения Иерусалима очень мало, ну, вот чуть-чуть осталось. До разрушения Иерусалима. В 10-й год правления Средеки Иеремия во дворе Стражи. В это время как раз Иерусалим находился в очень тяжелом положении без каких-либо перспектив. Вроде бы надежды не было. И Бог говорит ему, что ему нужно купить участок земли. И это был... Хочу кого-то привести в пример. Просто Максим сегодня говорил, что он не хочет возвращаться в Петровский район, что там разрушено и так далее. Это было бы то же самое, что сейчас Максим поехал бы туда, там просилился и купил еще себе пару домов. До Петровки. Или поближе к аэропорту. Аэропорт не продается, государственная собственная цена. Потому что, не, это реальные события. Вот сейчас он поехал бы, или возле аэропорта где-то купил квартиру, девятиэтажник, который смотрит на аэропорт, а половина дома разрушена, а второй половине он покупает квартиру. И платит нормальную цену. По временам нормальной. Что бы все сказали? То же самое приблизительно делает Иринея. С 6 по 15 стих. Приобретение боли. С 1 по 5 стих объясняется. Где, кто, чего и как. Ну, может, с 1 по 5 стих. Где, кто, чего и как. Историческое такое вот описание небольшое. С 6 по 15 стих. Вот это уже сама суть. Приобретение боли. Приобретение боли. Бог сам бы и мне этого не делал. И говорит у родственника, у них же что и у евреев, чтобы вы знали. Ты не можешь купить что-то там где-то капло. Потому что у каждого семьи, у каждого колено, свой надел, своя земля, которая раз в 70 лет, даже если ты купил ее, должна быть возвращена владельцам. И часто покупали просто у родственников. И какой-то родственник Максима, когда он предложил ему купить эту квартиру, которая стоит там, в таком неприглядном месте, аж обрадоваться. Никто даже подумать не мог, что такое могло произойти. Никто не мог подумать, что Иеремия возьмет и купит эту семью, которая находится практически под врагом. Но он это делает. С 16 по 25 стих. С 16 по 25 стих. Молитва пророка восхваления Богу. Молитва пророка восхваления Бога. Потому что Бог ему открывает и рассказывает, что на этом месте будут еще покупаться и продаваться. Будет еще кипеть жизнь. Молитва пророка восхваления Бога. Иеремия восхваляет Бога за его чудесные качества. Иеремия восхваляет Бога за его чудесные качества. Давайте мы, наверное, прочтем этот приват, а потом уже запишем. 16 по 25 стих. 17 по 25 стих. 18 по 26 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 стих. 19 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 стих. Мы записали по 25 стих, и теперь время слушать. И в стихах с 26 по 35 Бог излагает планы, и Эми рассказывает планы на Иудею в настоящий момент. И он говорит о том, что Новоконосор схватит город, сожжет город, потому что Бог отдает его в руки халдеев. Это 28 и 29 стих. Почему это было? Потому что их дела были злые. И посыновья Израилевы, сыновья Иудины, только зло делали предачами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. Они были непочтительными. 33 стих. Они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. Они проявляли не просто непочтительность, неуважение. То есть они не хотели принять наставление. Их мерзости были, отступление. 34-й, 34-й стих. И в доме, над которым начертано мое имя, поставили мерзости, слое, сперняли его. Устроили капище вау в долине сыновей геномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь молотом. Чего я не повелевал им, и что мне на ум не приходило. Чтобы они делали это мерзость, воня в грех ему. Проводить через огонь, это не просто прыгать через огонь. Это жертвоприношение человеческое детей, которые сжигали. Проводить через огонь так называлось, но это просто сжигали. И Бог говорит, что я их 37-й его постиг, подчеркните, важно для вас будет, может быть. Вот соберу их из всех стран, которые знал их во дне моем, в ярости моей и в великом негодовании, возвращу их на место с ними и дам вам безопасную жизнь. То есть Бог благ, и Он говорит о том, что я соберу их, я дам вам безопасную жизнь, я благословлю их. Но будет Он и суровым. 36-й стих. Однако же ныне так говорит Господь Бог Израиль об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского и мечом, и голодом, и моровой язвой. Язвой. То есть Бог будет, но все равно срок. И Бог, Он всегда был постоянным, и то, что Он говорил, что Он выполнял, и на Его Слово можно поучить. 33-я глава. Пророчество из тюрьмы. 33-я глава. Пророчество из тюрьмы. Тема. Бог взрастит праведную отрасль. Бог взрастит праведную отрасль. Иеремия там же находится, во дворе стража. Ключевая истина. 33-я глава. 8-й стих. Прощение. 33-й ось. Прощение. Я очищу их от сегодня чести, от которой они грешили предо мной. Прощуя все беззакония их, которые они грешили предо мной и отпали от меня. И вот эти 30-е и по 33-ю главу называются больше книгами утешения, где Бог во время осады Иерусалима дает надежду оставшимся в живых людей. С 1-й ось. С 1-й по 13-й стих. Возвращение народа к Богу. Возвращение народа к Богу. То есть, он во дворе стражей находится, как вы сказали, скажем, в тюрьме под надзором. И Бог дает ему там вот это утешение. С 14-й по 26-й стих. Праведное царство Мессии. 14-й по 26-й стих. Праведное царство Мессии. Этот отрывок начинается с какого слова? Вот. Это что значит? Вау. Вот, смотрите внимательно, будьте внимательны, акцентируйте внимательно. Ну давайте, мы читаем этот отрывок. Кто готов? А кто не готов? Читаем. Вот мстер cheат меня, говорится. Во все. Это что? Да я только благословала, то добрая слова, которое идет о том Израиле, о том Иудином. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Неповиновение и опустошение 34-я была Неповиновение и опустошение Неповиновение и опустошение Все это писалось, когда были военные действия возле Иерусалима Неповиновение и опустошение возле Иерусалима Война была Ключевая истина 34 глава, 17 стих Разный смысл слов В кавычках «объявить свободу» В кавычках «объявить свободу» Что представляете вы? Что хочу, то и делаю Да Что еще? Вот «объявляют свободу» Что еще? То, чего не мог Буду делать Вот что говорит Господь Посему так говорит Господь Вы не послушались меня В том, чтобы каждый «объявил свободу» Брату своему И личному своему А они взяли в рабы Своих братьев и сестер Брали в рабы То есть каждый еврей Мог сдать себе в царство Или отдать В рабство Или отдать своих детей В рабство В продажу Чтобы заплатить какие-то деньги Но в 70-й год Обязаны были Всех выпустили И они вроде бы выпустили А потом взяли назад Так вот Бог говорит по этому поводу Чтобы каждый «объявил свободу Брату своему Близему своему Зато вот я Говорит Господь Объявляю вам свободу Подвергнуться мечу Моровой язве Голоду И отдам вас На озлобление Во все царства земли Отдам присупивших Завет мой И не устоявшихся В словах завета Которые они заключили Придцом моим Да Можно исправить 50-й Еще раз 50-й Да 49-й 50-й А я 70-й Скажу? Да Я вымочаюсь 7-7 49-й На 50-й Год юбилей Да Квадр Поэтому в книге Даниила И пишется О 7-7 Там вот такие вот Размышления Будете читать Правильно Правильно Спасибо 50-й год Был юбилей И здесь Бог говорит о том Что вы Сказали одно Делайте другое Я объявлю свободу А как это Бог может Объявлять свободу? Оказывается Если мы смотрим На это То Бог Ограждает нас И держит Как бы На 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 Привязи Это все Он ограничивает Он никого не искушает Злом Бог никого не искушает Злом Оказывается То есть Когда Бог Уходит То Зло делает Все что Он уходит Это Он сдерживает Зло Ну Вы все видели Наверное Фильм Последний Про Бога Новый Бог не умер Многие из вас Кто-то видел А кто-то не видел Посмотри Хороший фильм Да Очень интересный Молодежный И современный Можно посмотреть Но Может в этом фильме Может где-то в другом месте Я читал Что Вот Тоже вы знаете Это все Я просто хочу напомнить Свет Бог есть свет А чем измеряется тьма Отсутствие света То же самое Как и добро И зло Зло Это отсутствие добра То есть Бог не есть зло Он не может вмещать Он просто уходит Мы не даем И в противовес этого Зло Это есть отсутствие добра Здесь это Ну Логику проводить И Бог Когда мы Своим упорством Идем на территорию Сатаны И выгоняем Бога из себя То это место Что-то заполняет Отсутствие добра Это и есть зло Поэтому Бог и говорит Я дам свободу Объявлен свободу Подвергнуться Мечу И так далее Я это все сдерживал Завет был заключен Я обещал вас хранить Границы ваши Охранять Охранять Ваше здоровье Но так как вы не хотите Этого Я разрешаю Я ухожу И оставляю И они здесь будут делать Все что угодно А вы представьте себе В книгу В период судей Как было замечательно Жители В период Когда они Странствовали по пустыне Кто любит Долговиков Никто Их не было Нужны были Границы Или ограждать Пограничников Деньги большие Сейчас там Стены строят Израиль Большую Вообще стены строят Сейчас еще одну Будет строить Ограждают люди А то не надо было Войска особо Не надо было Большое Но воевала Захватывала Но Бог воевал Там камни Посылал впереди Они где-то Как иногда воевали Но потерь практически Не было А Бог охранял И государство С той С той стороны Никто не хотел Воевать Не нужно было Содержать Эту Араву Такую Вот Как по-нынешнему Это сейчас Воины Хоть какие-то Но еще до войны Я всегда говорил Что армия Это так А ну так и оказалось Кормили-кормили Как с лодкой В картине Репина Прикрыли Всю ночь гребли А лодку отрезать забыли И получается тоже Ситуация Пришла армия И армия Кормили-кормили армию А она ничего не может Зачем-то армия Вообще непонятно И у нас Для воспитания мальчиков Немножко Вот она Стала Взрослой Школой Воспитания Мальчиков Но не более того То есть На сегодняшний день Армия Хоть что-то может Вы знаете Еще Наполеон По-моему Наполеон Говорил о том Что Для Для того Чтобы армия Была сильна Нужно Раз в 10 Или 15 Лет Проводить Маленькие Победоносные Войны В общем Нападали Какого-то маленького Победи И армия Будет Всегда Вот в теме Что? Путин на то Что? Да нет Он еще Гитлера Начинался Вот это Не стоит В первом По седьмой Стиль Поражение Языки Поражение Языки Вот что Здесь Интересно Когда он Говорит В этом Отрывке Он Дает Ему Как бы Ясные Четкие Указания О том Что Первое Потеряет Столицу Она будет Сожила Он потеряет Свободу Сам Эзекия Потеряет Свободу Хотя Он попытается Убежать Но не Получится Он потеряет В конечном Итоге Жизнь И Его Убьют Хотя Эзекия Может и Не верил И Он потеряет Царство Какие Моменты Которые Сказания Которые Итут Эзекия С 8 По 22 Стиль Цена Неповедовения С 8 По 22 Стиль Цена Неповедовения И тут Такая Ситуация Секундочку Вот Можете Описать Не Описать Но чем Интересна Эта Глава Когда Уже Сильно Все Прижало Когда Войска На выходе Носора Окружили Иерусалим И было Уже Довольно Таки Тяжело Происходит Интересное Такое Событие В 588 На выручку Евреев Подходят Египтяне И вот Они Покаялись И мы Как говорили Они Отпустили Людей Своих На свободу И сказали Господи Как Жалко Чтобы Тебя Не Служили Мы Вот Юбилейный Год Соблюдаем Отпускаем Те Которые В рабах У нас Чтобы Все Свободные Были Мы Хотим Всего Хорошего И Тут Приходят На выручку Египтяне И Новокуд Новостору Надо давать Бои С Симхем Театром И Они Отступают И И И Тогда Вот Эти Евреи Которые Уже Каялись И Смирялись Они Опять Забирают Правство Тех Людей Которых Они Отпустили Они Возвращаются Говорят Не Не Я Придумал Ты Был Рабом Я Да Я Отпустил Но Извини Помутнение Будешь Работать У меня Опять И Вот Они Сразу Повиновались А потом Опять Сказали Нет И Вот Было Вот Этот Период Временного Повиновения А потом Когда Они Опять Не Повиновались Вот Этот Отрывочек 17 Как раз И Говорит Божий Ответ На Все Что Они Делали То Будет У вас И Проблемы И Стреплю Я Верну Объявляю Вам Свободу Подвергнуться Мечу Морой Язве И Голоду Я Дам Вас На Ослабление Царства 35 Верность Риховитов 35 Верность Риховитов Риховиты Были Очень Знаменитые Но О них Мы Поговорим После Перерыва Все Посыхали